Любила слушать я воспоминания отца фронтовика в полночной тишине, как воевал, был ранен дважды, домой пришел с осколками в руке. Особенно запомнился мне случай, рассказанный без пафоса, прекрас. Я постараюсь вам озвучить от уст его незабываемый рассказ. Я шел к своим из окружения, брел через топи минные поля, знал, верил без сомнения, ждет воина-защитника страна. В лесу дремучим, продвигаясь верно, увидел человека силуэт, то немец был, и хандахов мне нервно кричал, направив фистолет. Прицелился и я, но замер. Не смог его убийцей стать. Передо мной стоял такой же парень. И взгляд, и плоть, и стать. Как будто бы мое надражение и другом был всегда. Нагрянула беда и, к сожалению, сломала жизнь проклятая война. Глаза смотрели искренне, с волнением. Так смотрят лишь знакомые всегда. Мы поняли в одном мгновенье, что выстрелить не сможем он и я. Я папиросу дал ему в знак дружбы. Ты, русишка, мы рады, друг. А Гитлеру капуды нужно домой на хаузе, цурюк. На ломаном немецком, он на русском. Поведали всю правду о себе, что я крестьянин, он рабочий прусский. И встретили случайно на войне. Мы фото жен своих достали, малых детей, друзей, родни. Война надолго разбросала. Эх, если б этой не было войны. Мы подарили жизнь друг другу во имя мира, счастья и добра. Он на прощание пожал мне руку. На рейне, может, встретимся, когда. Отец рассказывал все это с убеждением, что мир спастет лишь человечность, доброта. А я гордилась, не скрывая восхищения, ведь у него была прекрасная душа. Пусть этот случай будет всем примером для всех потомков на века. И крепнет дружба на планете, и счастьем наполняются сердца.